Добрый вечер, уважаемые зрители! Настало время новостей ТВ3+. С вами в студии Анастасия Лебедич. И мы просим вас ставить лайки и распространять наши выпуски в социальных сетях. От этого напрямую зависит развитие нашего канала. Ну а сегодня в выпуске... Литва выразила России протест после атаки неизвестных на посольство в Москве. Правоохранительные органы никак не препятствовали вандалам, которые облили дип представительства красной краской. Жители столицы и округа неохотно собирают и сдают использованное масло. В начале эксперимента чиновники ожидали тысячу тонн, которую собирались отправить на изготовление биотоплива. Но в итоге люди принесли буквально каплю в море. Сельский туризм в Литве набирает обороты, а жители оказались настолько избалованы качеством услуг, что теперь ищут исключительно шикарные усадьбы, где все включено. Спрос подстегнул предпринимателей, а одно из таких хозяйств вошло в список лучших в мире. Киев утверждает, что в результате молниеносной атаки на Курскую область за короткий срок ВСУ захватили больше российских территорий, чем россияне за все два с половиной года войны против Украины. Зеленский назвал причину вторжения. 12-летний школьник променял летнее веселье, безделье и компьютерные игры на заработок. Парень соорудил ларек и продает дары бабушкиного сада. Юный предприниматель своим примером показал, что заработать можно даже в таком юном возрасте. Литовское посольство Российские сотрудники, отвечавшие за внешнюю охрану посольства на нападение, не отреагировали, а вызванная полиция прибыла более чем через полчаса. Литва вызвала советника российского посольства и вручила ему ноту решительного протеста. Министерство иностранных дел Литовской республики требует от Российской Федерации немедленно принять все необходимые меры для обеспечения защиты и неприкосновенности помещений и имущества посольства, а также расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности. Вильнюс также требует объяснить, почему охрана не отреагировала на нападение. В России ничего не происходит случайно. Все происходит по указке, как в старые тоталитарные времена. Это попытка послать сигнал, мол, меняйте свою политику, особенно перед выборами. Некоторые пророссийские силы наверняка на это попадутся. В комитете Сейма по иностранным делам считают, что за действиями вандалов стоят российские власти. Создаются сцены перед всеми друзьями Украины. Это далеко не первое дипломатическое представительство, которое подверглось осквернению. И не первые дипломатические представители, на чью международную деятельность посягнули. В целом Россия небезопасная страна для работы. Подобный инцидент также произошел в Москве около двух лет назад. Тогда двое мужчин также облили красной краской польское посольство. Идея сбора отработанного масла, по крайней мере в Вильнюсе и окрестностях столицы, кажется, провалилась. Хотя жители уже 9 месяцев могут сортировать использованное масло. Делают они это весьма неохотно. Люди получили от операторов по обращению с отходами 33 тысячи специальных контейнеров. Но собрали всего тонну. Жительница Мариампари Йоланта каждый день приезжает в свой садовый домик неподалеку от города. Здесь она готовит себе еду. На этот раз женщина жарит кабачок. По ее словам, она использует немного масла, но оно все равно остается. Уже какое-то время наливаю его в банку и храню в холодильнике. И чего ждете? Жду, чтобы узнать, куда его можно сдать для правильной утилизации. В Мариампуре нет ни одного стационарного пункта сбора масла. Йоланта ждет, когда операторы по обращению с отходами предложат, куда его везти после использования. Жители Вирнюского региона, в отличие от жителей Мариампуре, уже 9 месяцев могут везти накопленное масло в пункты сбора крупногабаритных отходов. Здесь его забирают бесплатно. В этих пунктах сотрудники раздают контейнеры с фильтрами, чтобы масло было удобнее собирать. Таких бутылок раздали уже 33 тысячи. Это значит, что каждая десятая семья уже имеет этот контейнер? Имеют, но используют по назначению весьма неохотно. За 9 месяцев люди принесли на переработку всего около тонны масла. В Вильнюсском регионе мы должны были собрать около 1000 тонн масла в год. Так что, безусловно, одна тонна – это капля в море. В этот пункт сбора в Вильнюсе люди принесли 300 литров использованного масла. Это может быть и 1 литр, и те же 15-20 литров. Многие используют масло для фритюра, готовят чебуреки. Мы спросили, куда люди выливают масло, если не сортируют его. Выливаю как отходы. В раковину или унитаз? В унитаз. Мы используем очень мало масла, буквально немного, так что после моющего средства все отмывается. Наш возраст уже не позволяет есть литрами. Наливаю в банку, но если много накопилось. Потом везу в деревню и там выливаю на землю. Беру пластиковый контейнер, наливаю и все. И потом из этого контейнера куда оно отправляется? Отправляется в пластик. С маслом в пластик? Ну и иногда выливаю в унитаз. Некоторые люди еще не знают, что такое засорившиеся трубы. Вот им и могу сказать. Подождите, продолжайте выливать масло и посмотрите, чем это закончится. Доставившие использованное масло в пункт сбора отходов, рассказывали сотруднику пункта не одну поучительную историю своего опыта. Одна молодая пара рассказывала, что всегда выливала масло в унитаз. До такой степени, что трубы полностью засорились и туалет не смывался. Вызванный сантехник не стеснялся в выражениях. Даже назвал их дурачками. Ну а некоторые люди, хотя и собирают масло, выливают его не туда, куда следует. В банку и в мусорное ведро. Просто закрываете? Да. Как думаете, природу загрязняете? Не знаю, ну да. Не жалко? Если выливаем масло в контейнер для упаковки, значит, эта упаковка становится непригодной для переработки или трудноперерабатываемой. Что требует дополнительных затрат, за которые мы и сами платим. Некоторые люди говорят, что не собирают масло, потому что не знают, куда его можно отнести, и даже не знали, что для сбора бесплатно раздаются специальные контейнеры. А нет, я об этом не знаю. В первый раз слышу, у меня только есть ведерко, вот оно у меня. Несмотря на скромные результаты за первые девять месяцев, были и настоящие рекордсмены по сбору масла. Хотя рассчитано, что трех с половиной литровой емкости должно хватить на год, некоторые люди принесли полную канистру уже через месяц. Этим летом туристы наводнили объекты агротуризма, и их владельцы рады, что отдых на природе в последние годы набирает популярность. И все же предприниматели отмечают, что жители нашей страны стали очень разборчивыми и согласны отдыхать только в комфортных условиях. Свою агроусадьбу в Лаздийском районе Живили открыла год назад. Здесь всего один домик, в котором могут остановиться гости. Женщина говорит, что сначала не поверила своим глазам, когда получила письмо от туристической платформы Booking.com. В нем сообщалось, что ее усадьба вошла в число 10% лучших в мире. Такой оценки литовские агроусадьбы удостаиваются крайне редко. Это что-то невероятное, ведь речь идет не о Европе, а обо всем мире. Сначала это трудно осознать, сложно поверить, что такое возможно. По словам Живили, критерии платформы, предлагающие сотни миллионов вариантов размещения, достаточно строгие. Один из важнейших – отзывы посетителей. Глава Ассоциации сельского туризма Литвы говорит, что по рекомендациям других гостей путешественники выбирают сегодня не только отели, но и усадьбы. «Оценки очень важны. Люди по ним выбирают в интернете усадьбы. Не только на Booking, но и по отзывам в Google, Facebook. На основе этого они решают, хотят ли они остановиться в этой усадьбе или нет». По словам главы Ассоциации, получить хорошие отзывы туристов нелегко. А вот попасть в число лучших в мире удается лишь редкому бизнесу. «На самом деле это важная оценка. В Литве не так много усадеб, которые были удостоены такой оценкой. Турист сейчас очень требователен. Зачастую у него такие ожидания, которые усадьба не может оправдать. Такой гость обычно остаётся недовольным». «Они надеются увидеть бобров, потому что они тут обитают». По словам Живили, её клиенты, помимо всех удобств, хотят уюта и уединения. Многие приезжают сюда провести выходные или отпуск, потому что могут побыть на природе без соседей. Хозяйка говорит, что хотя бизнес процветает, строить дополнительные домики она, скорее всего, не будет. «Мы ещё не знаем, будем ли это делать, потому что многие спрашивают, действительно ли у нас тогда будет так же тихо. Порой люди хотят отдохнуть от города и побыть в уединённом месте». В ассоциации сельского туризма говорят, что жителям Литвы уже недостаточно простого домика с баней. Дескать, клиенты готовы заплатить больше, чтобы получить все удобства. «Новые усадьбы комфортабельны. В каждой комнате бывает санузел, гриль, террасы и всё, что необходимо для комфортного отдыха. Мы видим, что спрос на такие усадьбы очень велик». Предприниматели отмечают, что этим летом люди выбирают агроусадьбы именно для спокойного отдыха. А вот число желающих провести в них вечеринку, свадьбу или корпоратив значительно упало. «Продолжается наступательная операция ВСУ в Курской области. Москва признаёт, что потеряла порядка 30 населённых пунктов. Эвакуировано около 200 тысяч жителей. Прорыв вдохновляет не только украинцев, но и их сторонников в Вашингтоне». «Ну что, друзья, коротко расскажу. Мы обшарили всю суджу. Не понимаю, где они прячутся. Мы в самом центре. Только что пришли». Украинские солдаты показывают центр суджи, ещё сомневающимся, что город уже полностью под контролем Украины. Вокруг нет разрушенных улиц и зданий. Украинцы, в отличие от россиян, не уничтожили город при его захвате. «Центральная площадь суджи». Примерно неделю назад украинцы вошли в Курскую область и пытаются закрепиться на уже захваченных территориях, стараясь выровнять фронт. И стремятся захватить ещё больше. Россияне признают, что украинцы уже пытаются закрепиться у Льгова. «Надеюсь, мама не увидит это видео. Обещал маме, что я недалеко». И эта видеозапись, возможно, лишь подтверждает опасения россиян. Льгов находится вот здесь. По словам россиян, украинцы пытаются закрепиться и в населённых пунктах Большое Солдатское и Каренево, которым ведут большие трассы, которые находятся всего в 60 километрах от центра области. И всего в 20 километрах от Курска у атомной станции Курчатов. Киев объявил, что за неделю захватил больше территорий, чем россияне смогли захватить на Донбассе за все эти годы. «Сейчас мы контролируем почти тысячу квадратных километров российской территории. Группировка войск выполняет поставленные перед ней задачи». Зеленский говорит, что из Курской области Россия массово обстреливала Сумскую область, поэтому очищает границу от террористов. «Абсолютно справедливо уничтожать российских террористов там, где они находятся, откуда они наносят удары. Это российские военные аэродромы, российская логистика. И мы видим, как это может приблизить мир. Россию необходимо силой привести к миру, если Путин так стремится к войне». Путин, в свою очередь, убеждает, что контролирует ситуацию. «На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту – 40 километров». «Послушайте, Алексей Борисович, это военные ведомства вам доложат, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите». Проблема, с которой столкнулся Путин, гораздо серьезнее, чем вторжение украинских войск в Курск. Это первое иностранное вторжение в Россию со времен Второй мировой войны. Вторжение не в простую страну, а в государство, обладающее ядерным оружием, которое должно было отпугивать от нападения. Поэтому неудивительно, что лица американских конгрессменов обеих партий, посещающих Киев, сияют широкой улыбкой. Они понимают, что украинская операция стирает одну из главных красных линий в этой войне. «Что я думаю о Курске? Смело, прекрасно, замечательно. Так держать. Путин начал, дайте ему по заднице». «Мы хотим послать сигнал администрации, чтобы они предоставили Украине свободу и право использовать оружие, которое мы предоставляем, для ударов глубже, чем на текущих линиях». Удар украинцев может не ограничиться только Курской областью. Россияне уже сообщают об эвакуации тысяч жителей из Белгородской области. 12-летний Домас из Паневежиса придумал, как с пользой провести лето. На свои сбережения он купил навес, прилавок и обустроил торговую точку возле дома своих бабушки и дедушки. Каждое летнее утро мальчик терпеливо ждет покупателей, которым предлагает дары сада и леса. Будущий шестиклассник говорит, что ему нравится общаться с людьми. Да и заработок радует. 12-летний Домас тщательно считает каждый цен. Сколько заработал, записывает в блокнот. «Мне нравится зарабатывать. Работаю целый день. Вчера вот получил 23 евро». На прилавке молодого предпринимателя вишня черника. Для красоты также поставлены цветы, а освежиться Домас предлагает лимонадом собственного приготовления. «Некоторые останавливаются на машинах. Кто-то что-то покупает. Мне нравится общаться с людьми». «Такие сцены можно увидеть по телевизору в Америке. Дедушка Марчика, по-моему, живет в Америке. Поэтому и зародился такой бизнес». «Не околачивается. Не сидит в интернете. Дома, как все остальные». «Классно видеть, что ребенок занимается таким делом. Да и сама инициатива, наверное, его собственная». «Домас действительно сам придумал, как заработать. Правда, совершенно неожиданно». «Ночью не мог уснуть. И пришла в голову вот такая идея». «Первый трудовой опыт у него был еще в прошлом году. Только тогда прилавком Домасу послужила старая тачка, стоявшая возле дома бабушки и дедушки. Этим летом ученик подошел к делу серьезнее. Мальчик купил навес в столик и обустроил место так, чтобы его хорошо видели прохожие и проезжающие мимо». «Поставить навес помог дедушка. Для установки крыши понадобились два человека. А вообще я все купил за свои деньги». «Это вишня на прилавке из сада дедушки и бабушки. Чернику привезла сестра дедушки». «Вишня очень кислая, для любителей кислинки. А вот черника кисло-сладкая. Мне она нравится». «Торгуя, Домас и сам смакует ягоды, и друзей ими угощает. Сверстники скрашивают день юного торговца, когда приходится ждать покупателей». «Я каждое утро встаю почти в то же время, что и он. Прихожу каждый день, до вечера бываем вместе». «Домас не переживает, что клиентов порой приходится ждать по несколько часов. Тем более, что компания у него отличная». «Проверяю свое терпение. А вообще интересно ждать покупателей и общаться». «Мальчик не сомневается, что такой опыт пригодится ему и в будущем». «Когда вырастут, так тяжело не будет». Похоже, у Домаса скоро появятся последователи. 12-летняя соседка Инета тоже хочет обустроиться поблизости. Девочка уже задумывается, чем могла бы торговать. «Может, браслетами или цепочками разными». У трудолюбивого Домаса, проводящего летние дни за прилавком, только одно желание. «Хотелось бы, чтобы больше людей приходило». И по традиции о погоде на завтра и в ближайшие дни. Завтра в Литве осадков не ожидается. Область высокого атмосферного давления усилится. Ночь будет прохладной – от 8 до 13 градусов тепла. А днем температура поднимется до 22-27 градусов. Подробнее о температуре в регионах и городах. На побережье завтра ожидается около 25 градусов тепла. Будет солнечно. Облачность переменная. В северной части Литвы будет на градус другой прохладнее и облачнее. В Каунасе и Вильнюсе температура будет около 23 градусов. А на юге страны может быть чуть больше солнца и 23-25 градусов тепла. Можно сказать, что жара в Литву возвращается, а оставшуюся часть недели станет теплее. Будет больше солнца, и погода будет меньше напоминать о приближающейся осени. В праздничный четверг Литва будет под влиянием антициклона. Ночью без дождя – ясно, температура от 10 до 15 градусов. Днем малооблачно, вероятность дождя низкая и ожидается еще более теплый воздух – от 24 до 29 градусов. В пятницу местами возможен кратковременный дождь. Ночью температура будет от 13 до 18 градусов, а днем местами до 30. Хотя на побережье температура будет 22-24 градуса. С вами были новости ТВ3+. Всего вам доброго и увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова